Девушки отдыхают Немножко, так сказать, прояснили о том, какая обстановка сейчас у вас в филармонии, как вы налаживаете жизнь на новом месте, потому что люди, так сказать, ну они уже устали просто и сочувствуют всем вам за вашу с 1984 года сумбурную, будем так говорить, жизнь в этом городе, правильно? Да, так и есть. Но этот год у нас был особенно насыщенным движениями. Сначала мы переселились в ДК Железнодорожного техникума этой весной и фактически все лето провели там артистический состав. Административный состав оставался на Василевского 55, но потом возникла возможность переселиться в ДК строителей. Вот на данный момент весь артистический состав находится в ДК строителей. Нам выделили несколько комнат и коллективы там разместились. А административный состав переехал с Василевского на рабочую 2А. Это вот рядом с ДК строителей находится восьмиэтажное здание Миколаев-Буда этого объединения. И вот в этом помещении нам тоже выделили несколько офисных помещений для того, чтобы разместилась наша бухгалтерия, администраторы и остальные сотрудники админаппарата. То есть вот сейчас мы находимся в таком положении. И практически вот сейчас в этом месяце у нас каждую неделю состоится концерт коллектива в наших в помещении ДК. Вот буквально в субботу состоялся концерт камерного оркестра «Арснова». Да. Это был фантастический концерт с замечательным виртуозом-исполнителем Станиславом Зубицким. Он немного поучился в Украине, а потом основное образование получал в Италии, поскольку его родители... Владимир Зубицкий – это известный украинский баянист-исполнитель и композитор. Вот он много времени проводил, участвуя в разных конкурсах международных в Германии, в Италии, но прижился в Италии. И вот вместе с семьей они переехали, и Станислав получил образование там. Прекрасный исполнитель, виртуоз, музыкант, очень глубокий. И его виртуозность – это одно, но иногда эта виртуозность холодная, она не трогает, просто это как спорт. Но у него эта виртуозность совмещена с очень глубокой музыкальностью. И люди просто были восхищены этим концертом. То вот такое открытие, можно сказать, произошло в ноябре, хорошее. Ну и, конечно, есть у нас определенные, ну скажем так, сложности, потому что помещения не очень большие, в которых наши коллективы находятся. Это у вас аренда? Да, это мы арендуем. Сколько вы платите за это, если это не секретная цель? Ну, скажем так, та сумма на коммунальные платежи, которая была у нас на маршала Василевского, она вся перекочевала сюда в стоимость аренды. Плюс дополнительно мы платим за аренду зала, но это из тех денег, которые мы зарабатываем на концертах. Ну, давайте все-таки, ну, очень хорошее впечатление ваше, симфонический оркестр оставляет своей игрой. Вот ту передачу, вот этот концерт, о котором мы говорили, мы записывали, но покажем его немножко позже. А сейчас я просто хотел бы, мы взяли из прошедших концертов один номер, да, Арсенова. Давайте посмотрим, чтобы еще раз убедиться, какой у нас прекрасный коллектив филармонии. Давайте? С удовольствием. Пожалуйста. С удовольствием. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 рекомендовал бы нашим николаевским зрителям, причем не только профессионалам, а и паристичным грамотянам, так сказать, прийти и послушать эту программу. Очень интересная программа. Следующий концерт, это концерт из цикла Юна Филармония. Виктория Женько привозит очередных юных вундеркиндов, которые будут давать программу. Дирижирует Денис Прятка, он у нас был уже на первом концерте. Но это профессионально, несмотря на то, что это совсем дети. А как же, конечно. Эти дети, они закончили школу десятилетку, и это лучшие выпускники, они сейчас только поступили в консерваторию. И в рамках этой программы имеют право принимать участие до 17 лет исполнителей. Вот они как раз вписываются в эти рамки. Поэтому здесь будет очень интересная программа, и опять же, всех приглашаем на этот концерт. 20-го концерт из цикла «Популярная классика». Это наши солисты филармонии будут давать программу в кирхе. Здесь и классическая, и современная музыка, поэтому их уже хорошо знают. И завершают программу ноября ансамбль народных инструментов «Узоры». готовится программа в стиле такой ретроспективы. То есть от сегодняшних новых композиций, которые буквально недавно вошли в репертуар, до тех, которые исполнялись на заре деятельности коллектива. Поэтому я думаю, всем будет интересно посмотреть эту программу, поскольку очень часто зрители просят больше инструментальной музыки. говорят, у вас слишком много вокала, мы не успеваем насладиться музыкой коллектива исполнительством. Поэтому эта программа будет чисто инструментальной. Будут солисты и инструменталисты в сопровождении ансамбля. Но вокальная программа будет уже в декабре. Ну и на этом ставим точку времени наше истекло. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо, чтобы было меньше неприятностей, больше денег, больше грамотных зрителей и больше выдающихся музыкантов здесь у вас в филармонии и у нас в Николаеве. Спасибо. Будем воспитывать. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok